Привет! Это разбор книги под номером 142 «Хватит гадать. Девять стратегий для решения любых проблем». Выводов получилось не густо, а пять штук, но в то же время они практичные, хотя автор утверждает, девять прем-стратегий. Увы, нет. Теперь книжный бухтёж, стоит ли тебе читать эту книгу? И да, и нет. Да, потому что в какой-то мере эта книга развивает какой-то участок в твоей голове, отвечающий за решение проблем. Я уж, увы, не знаю, что там у нас там в голове находится, что отвечает за решение проблем, потому что в моём случае я решал проблемы странно. Сначала я пытался её решить, две-три минуты потом психовал и вызывал какого-то специалиста. Так что мнение, видишь, разделяется. Кто-то считает, что нужно углубляться, смотреть, ковыряться, тратить на это время. С другой стороны, есть другая правда, что можно вызвать специалиста и всё вроде бы как решится. Однако в бизнесе всё не так просто. Ну ладно, давай переходим к выводам. Значит, вывод первый. Какие фразы указывают на то, что человек занимается угадыванием? У меня есть гипотеза, у меня есть теория. Я почти уверен, что дело в... Мы перечислили наиболее вероятные варианты. Группа проголосовала за это. Я не строю догадки, я принимаю меры. Я оказался прав, значит, это было не просто догадка. Наш опыт подсказывает. Если человек даёт вам список из десяти потенциальных причин, он не знает, что происходит. Если вы сами придумываете двести потенциальных причин, вы совершенно не представляете, что происходит. Вывод про то, что угадывать нежелательно, потому что это самое простое, что вообще приходит в голову. Окей, у вас не работает компьютер, что нужно сделать? Посмотреть ли воткнута вилка в розетку? Или нажали ли вы кнопочку до конца? И только потом какие-то другие мнения и решения будут приходить в голову. Автор склонен к тому, что нужно детально разобрать проблему. Подойти и посмотреть. Там приводится, кстати, пример. Что-то его позвали, по-моему, на какой-то завод. И этот завод начал внезапно делать невакуумную упаковку. Ну, то есть она где-то продырявливалась. В итоге продукция портилась, и компания терпела убытки. И нужно было... Другие специалисты приходили и угадывали. Дело вот в этом или дело вот в том. Он же подошёл к проблеме более детально. Начал её изучать. Ну, вот мы к второму выводу приходим. Идите туда, где проблема появилась. И составьте представление о ней, задействуя все свои чувства. Понаблюдайте за ней и её проявлениями. Запишите свои наблюдения. Соберите информацию, необходимую для её понимания. Но не в виде вороха разрозненных данных, которые, как вы надеетесь, помогут вам угадать решение. Разбирайтесь с причиной проблемы, мы будем позднее. А пока, по мере необходимости, возвращайтесь на место и снова изучайте ситуацию. Так что второй шаг, как это понятно из этого вывода, нужно анализировать проблему. Причём очень детально. И не просто теоретически, а прямо идти на место, смотреть, что происходит и детально изучать. Буквально, наверное, нужно, если ты видишь перед собой какой-то здоровенный цех, и там шумят машины, тебе нужно прям приближаться к проблеме по маленьким шажкам и смотреть, что происходит вблизи. Как-то так. Совет третий. Однажды мой друг спросил меня, не слишком ли он много пьёт. Я не считаю, что способен дать компетентный ответ на этот вопрос, но я в силах помочь ему лучше разобраться в происходящем. Большинство людей просто ответили бы, «Не беспокойся об этом» или «Да, тебе стоит меньше пить». Откуда они берут эту информацию, позволяющую сделать подобные выводы, для меня остаётся загадкой. Я предложил другу подробно изучить проблему, и он начал вести дневник, где фиксировал, сколько и когда выпивает, а также то, как при этом меняется его эмоциональное состояние. Не знаю точно, к чему это приведёт, но достоверные фактические данные определённо позволяют ему продвинуться в решении сложной проблемы. Вывод не только про то, как перестать пить, а вообще к решению внутренних проблем. Там видишь, вот, например, какая история. Его друг обращается за советом. То есть он перекладывает ответственность. То же самое и с психологом, и с психоаналитиком. Ну, в общем, я даже не знаю, как их правильно называть. Это перекладывание ответственности. Но в то же время, если ты берёшь ручку, если ты берёшь какой-то свой ежедневник и просто фиксируешь, ага, вот что происходит со мной в момент того, когда я принимаю решение выпить. А вот что со мной происходит, когда я пью. А вот что происходит со мной на утро. И вот что происходит со мной через день. То есть когда ты смотришь на свои заметки, именно свои заметки, не просто усреднённые данные, когда ты читаешь какие-то статьи из интернета, а когда ты смотришь на своё личное самочувствие и анализируешь их, то, по-моему, правда, она прям всплывает моментально. И так можно с любой вредной привычкой закончить. Пункт номер четыре. Вопросы при возникновении проблем. Но давай предположим, что ты понимаешь, что проблема есть, пришёл, и вот какие вопросы ты должен задать. Как выглядит проблема? Если посмотреть внимательно, всегда ли проблема одинакова? Когда вы впервые заметили проблему? Какую картину вы наблюдаете, возвращаясь к проблеме через некоторое время? Где могли бы возникнуть такая же проблема, но её там нету? Тут, к сожалению, не получалось мне лично добыть какой-то секретный секрет. Ну, в плане решения проблемы всё упирается в вопросы. И лично для меня это такая памятка. Памятка или... Я не знаю даже, как это... Ну, просто подсказки, которые будут направлять тебя на верный путь. То есть секретного успеха нет. Секретного секрета. Зато есть правильный вопрос. Если ты их будешь задавать последовательно, и фиксировать те ответы, которые всплывают, будет здорово. Но мне ещё понравилось следующее. Вот это вот. Какую картину вы наблюдаете, возвращаясь к проблеме через некоторое время? То есть, как видишь, даже на этот вопрос, на эти вопросы желательно отвечать даже несколько раз. Потому что, когда ты придёшь к проблеме в следующий раз, то, возможно, что-то поменяется. Ты это ещё раз зафиксируешь, потом сравнишь с предыдущими записями и подумаешь, ого, можно сделать так же. Пункт номер пять. Сбор сведений, позволяющих во всём разобраться и принять решение основы любой работы с проблемой. Ну, вот про это я и говорил. Вы должны получить необходимые факты, чтобы понять, что нужно изменить или исправить. Качественный поиск фактов позволит вам быстро продвинуться к первопричине проблемы. Некачественный создаст путаницу и заведёт пас в дебри. Вот, увы, только так получилось. Как бы качественный сбор фактов, он тоже немного расплывчатая формулировка, потому что есть какой-то чек-лист. Так, это сделали, это сделали, это сделали. Нет, по большей степени, наверное, когда ты чувствуешь, что решение вот-вот уже приближается, то тогда и стоит остановиться. А так, до тех пор, пока какой-то реакции внутри себя ты не чувствуешь, надо собирать факты. Факты — это не просто разрозненная информация, это то, что ты видишь. Ну, например, вот я привёл, рассказал историю про то, что упаковка была негерметичная. Это факт, правильно? Значит, плёнка где-то отлепляется. Это факт. Значит, что-то из каких-то внешних, например, болтиков, деталей делают так, что эта плёнка рвётся. Это факт. Ну, то есть вот такие вот вещи ты должен обязательно записывать, фиксировать и после этого смотреть на эти записи. Это было или пять вводов из этой не очень замечательной книги. Надеюсь, что они тебе пригодятся. И сейчас я направляю тебя на сайт книгли.ру. Мы выложили новый обзор, называется «Восходящая спираль». Если тебя беспокоит твоё личное эмоциональное состояние, и ты думаешь, блин, вот чё-то как-то непонятно. Сегодня я грущу, завтра не грущу. И как с этим вообще работать, чтобы в каком-то таком, в нормальном состоянии находиться, в балансе, а не просто вот этих эмоциональных качелей. Так что переходи, читай. Статья действительно годная. Встретимся там. Так что, надеюсь, всё было круто. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok